Добрый день, дорогие коллеги. Приветствую вас на Интерстриме Трейдера и Фейтрейд ТВ. И мы с вами начинаем передачу. Иван Егоров, торгуем вместе. И Иван, наш коллега из Екатеринбурга, уже с нами. Иван, приветствуем вас. Приветствую вас, дорогие коллеги. О, Александр Шоенков. Мне нравится, как вы объясняете. Я знаю, что вы реально трейдер. Кто бы что-либо там не говорил, но вы умеете торговать. И респект вам и уважение с моей стороны. Ну и за ваше продвижение, что вы продвигаете. Так, ну что я хотел показать, да, как бы демонстрацию экрана я сделаю. Давайте посмотрим. Ну тут, тут. Так, так, демонстрация экрана. Видим, хорошо. То есть я сейчас буду немножко подкидывать следующую информацию. Ну, как на прошлой неделе, да, это не попало там, публичный доступ. На прошлой неделе я там заранее это все обозначал по поводу евро, куда мы придем, да. И в пятницу мы конкретно сюда пришли. Вначале тик-тик, потом немножко пониже пролили. Ну, суть не в этом. Я все еще, как бы, стою за шарты и за то, что мы, как бы, сходим куда-то ниже. Одну позицию я уже открыл. Я еще раз говорю, что это демо-счет, поэтому тут я ничем не рискую. И это, возможно, как бы плюс демо-счета, да, что можно спокойнее к этому всему относиться. Но, тем не менее, прошлую неделю мы закончили, да, с переносом позиций, да, возможно, нам бы не хватило ГО, ну, в реальной жизни. Но, скорее всего, что брокер бы ваши позиции не закрыл на фьючерсном рынке, даже если бы вам не хватило ГО, а просто наказал бы вас штрафом, и на следующий день вы бы остались со своими позициями. Ну, и, естественно, эти позиции принесли бы вам плюс. Меня там спросили на моем канале в комментариях, угадал я или нет. Ну, да, скорее всего, угадал. Ну, там не только я угадал, я еще и коллеги мои, которые тоже торгуют, и они тоже продавали евро. То есть, правда, точнее заходили, чем я. Настаиваю на том, что мы будем уходить ниже на этот лой и будем пытаться зацепить там ликвидность, то есть зацепить стопики тех, кто в долгосрок торгует, и на их стопах пролить рынок ниже. Для чего ниже? Ну, для того, чтобы пощупать просто, так скажем, 17-й год, марта, ну, или апрель, да, как бы, 17-го года, и посмотреть, может быть, здесь кто-то уже вылетел с рынка или забыл свои позиции позакрывать, да, и, возможно, там тоже существует ликвидность, которую мы будем цеплять и будем, ну, дальше уходить ниже. То есть, простое, как бы, сведение ордеров. Рынок может пойти только за счет ликвидности, то есть за счет ликвидности исполнять лимитные ордера в стакане. Будет ли откат? Ну, возможно, будет куда-то. Сейчас мы посмотрим. Сейчас, на мой взгляд. Так. Ну, скорее всего, можем куда-то вот сюда откатить на 1.14 по фьючерсу, там, по форексу я не знаю, как посмотреть вам. Ну, посмотрите, 15-минутный график, он, в принципе, точно так же будет выглядеть, вы увидите ваше значение. Возможно, и не будет, возможно, мы будем сразу же проливать. Опять же, часть позиции я уже открыл, это видно, то есть, вот мой вход, как бы, на чем основывался. Ну, начали пилить, по минутке я это увидел, ну, попробовал продать чуть раньше. Да, нужно было выше продавать, прям по самому, или дождаться вот этого всплеска объема, выносов стоповых ордеров, да, и потом уже, как бы, пытаться здесь где-нибудь зацепиться. Вполне хороший вход, если кто-то знает, там, Владимира Баженова, да, то он использует такие входы, да, как бы поставить сюда лимиточку и войти. Я лимиточку сейчас поставил выше, так, извиняюсь, трейдинг-стоп сработал. Я лимиточку поставил выше, буду ждать отката, может, там, в течение часов-двух. Если отката не будет, и мы уйдем в боковое какое-то движение, ну, по типу стандартного, там, боковика, с какими-то выбросами объема, то буду зацепляться уже в боковике, поверхность границы боковика, и буду ждать, когда мы там ниже уйдем. То есть, ну, что-то такое буду ожидать. Приход примерно вот куда-то вот сюда. Возможно, попытка зацепить стопы, и, возможно, она будет неудачная. Соответственно, мы будем откатывать в обратную сторону, потому что народ такая... Ну, не только я же тут шарты покажу, кто-то и по рынку сейчас входит, подтягивает свои стопики, пытается в надежде на то, что мы дальше прольем. Ну, и, естественно, их нужно будет выбить. Ну, где их уровни будут? Ну, кто пятиминутку торгует, они будут куда-то сюда, там, за хаи, за объем ставить. Ну, и буду надеяться на то, что мы придем, зацепим мой ордер. Возможно, я его пониже куда-то сюда опущу, так как здесь у нас обычный боковик был. Нижняя граница, верхняя, мы ее пробиваем на стопиках. Эти зацепили, эти зацепили стопики. Сейчас, ну, скорее всего, вот эти вот будем цеплять, последние, и дальше ликвидности, возможно, не будет. То есть буду с отката закрепить. В принципе, идея простая, шартим дальше евро, пытаемся с отката шартить, либо по рынку заходить, куда-то там ставить свой стоп. У меня стоп довольно высоко стоит. Если откроется следующая позиция, еще 8 контрактов, то у меня будет средняя цена, ну, чуть-чуть получше, чем предыдущий вход. Ну, и, как бы, ставлю на то, что вниз. То есть, если есть у кого-то там какие-то вопросы, можете позадавать. И я бы еще, ну, если вам не сложно, как бы спросил, что вы думаете, Игорь Суздальцев, по поводу вот этого поста в Facebook, где, как бы, поразоблачали немножко вашего спикера по поводу израильских там активов и так далее. То есть, мне вот очень интересно ваше мнение, если вы можете потом озвучить, почитав как-нибудь в вашем эфире, было бы интересно, как лучше. Да, конечно, как только завершим ваш эфир, я выступлю с удовольствием. Если есть у кого-то, ребята, какие-то вопросы там, коллеги, потому что, ну, по поводу Fibonacci, может быть, кто-то хочет спросить и поутверждать, что это работает. Я вам прямо сейчас могу показать, почему это не работает и не будет никогда работать. Да, давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Да, давайте. А кто-то хочет зайти в эфир голосом и позадавать вопрос, как бы, насчет уровня Fibonacci, потому что Иван так жестко говорит, что технический анализ и все эти уровни Fibonacci, он говорит, вообще не работают. А кто-то с ним говорит, есть несогласные с ним? Давайте. Потому что у нас многие работают по техническому анализу. И ничего не заработали. Ну, давайте сейчас спросим у Евгения. Да, давайте я тогда свой, это, выключу голос, чтобы, ну, услышать вопрос и потом ответ дать. Нет? Вы все услышите, мы же у нас взаимно. У меня просто, знаете, манера такая, я не культурный человек, я не даю другим сказать, я начинаю перебивать, когда жестко отстаиваю свою позицию. Все люди тоже жесткие, поэтому, поверьте, мне за словом в карман не полезут. Евгений Питерский, а можете включить микрофон, так сказать, обсудить тему, работает технический анализ или нет? Я знаю, что вы по звездам всегда настаиваете. Ну, вот Феникс пишет, зачем спорить с человеком, который проводит технический анализ, но при этом говорит, что теханализ не работает? Ну, вот первая ответочка пришла. Евгений Питерский, действующий чемпион мира, слушаем вас, приветствуем. Иван, здрасте. Здравствуйте. Можно на ты, да, Иван? Да, конечно, конечно. Так проще, я просто без камеры как бы. Ничего страшного. Как бы, я не то что поспорить, а скажи, пожалуйста, такой вопрос, а как ты заходишь в сделку? В смысле, что значит как? Ну, кнопочку нажимаю, либо с лимита, либо по рывку. Я понял, логично, да, неправильно задал вопрос. Как ты выбираешь направление? Я смотрю, сняли ликвидность или нет. Если ликвидность сняли, то направление... Как, тебе позвонили? Тебе позвонили и сказали, типа, мы сняли ликвидность, заходи, Вань. Не-не-не, не совсем так. Сейчас я поясню, я понял, как бы, о чем вы спрашиваете. Мы на ты, Вань. А, ну, на ты. Ну, мне как бы сразу же не получится так. Вот смотри, получается следующая ситуация. Изучая рынок, да, много лет, как бы, ну, я проходил через то же самое, что и все трейдеры. Много это сколько? Восемь лет. О, хорошо. Восемь лет. То есть, естественно, в процессе изучения этого рынка, ну, я там и послевал, я этого не скрываю, как бы, и инвесторы у меня были, которые за мной там побегали, как бы. Ну, ничего страшного не произошло. Все-таки, как бы, люди все адекватные. Вообще согласен. Люди все адекватные, все понимают, и кто-то, как бы, видит в тебе перспективу, а кто-то нет. То есть, ну, перспектива оказалась, как бы, и я потратил на это восемь месяцев. Я понял, как заходишь? Просто скажи, как заходишь. Захожу с Хаев или Лаев? Это ты профессионал, так же, как и я. Думаете. Думаешь? Я уверен. Парни, вы сейчас... Можешь посмотреть мои сделки. Я только захожу с Хаев и с Лаев. Парни, а можно... Либо я еще... У меня есть еще один вход, если уж, как бы, сильно интересно, то я еще... Не-не, как видишь Хай, Вань? Как ты определяешь, что это Хай? Я жду всплеска объемов и... Хорошо, Вань, все, дальше не надо. А ты опционы знаешь, что такое? Ну, вкратце, я как бы не смог эту тему осилить, потому что для меня сложно... Я тебе рассказываю, что любой объем, чтобы ты знал, еще лет восемь потом потратишь, любой объем можно спрятать через... Спасибо за такое напутствие. Нет, ну ты же говоришь, что ты смотришь объем. Я тебе могу доказать, что объем не работает, потому что я тебе покажу объем. Я тебе покажу объем на шорт, а сам через опционы зайду в лонг. Есть такое слово синтетика. Вот, поэтому кто продает эти программы, почему они не миллионеры? Я уже задавал этот вопрос всем, как бы. Какой ты увидишь объем? Мы что с тобой на рынке вдвоем? Нас там тысяча человек. Смотри, я тебя понял. Я тебя понял. Ты не как бы не... Когда я сказал про объем, ты со своей колокольник посмотрел, о чем я говорю. Ты рассуждаешь с той точки зрения, что если я вижу объем на типа и пошла продажа, то я думаю, что это объем на продажу. Я не с этой точки зрения рассуждаю. Я смотрю, допустим, какой-то лоу, и если я вижу, что выходит объем и идет продажа, я смотрю скорость этого объема. Если скорость большая этого объема и исполнение лимитных заявок, то я понимаю, что это объемы, это выброшенные просто брокером ордера стопики тех, кто вланговал. А раз это выброшенные объемы стопиков, значит, ликвидности, скорее всего, сейчас уже не будет. И рынку ничего другого не остается, как просто разворачиваться. Как разворачиваться? Это можно увидеть на потиковых объемах, как он разворачивается и как ходит рынок. Да, тот объем, о котором ты говоришь, огромные объемы, как все трейдеры ищут. Вот здесь там крупный игрок продавал. Нет, я не про тебя. Я не конкретно про тебя. Я сказал, как большинство, ну, извиняюсь, большинство трейдеров, как рассуждают на рынке. Кого я знаю, те не верят в объемы. Ну, понятно, что они все правильно делают, что не верят в объемы. Правильно, я им передам спасибо от тебя. Я не говорю, что в них верить нужно. Нужно просто понимать, какой объем, что реально из себя представляет. Вот и все. То есть, когда мы говорим о том, что выходит какой-то объем, где-то там на хайе или ланге, нам нужно его с какой-то долей вероятности интерпретировать. Как мы можем оценить вероятность? Мы можем посмотреть, как это в реальности происходит на графиках. То есть, оценить исторически, как это происходит. На рынке ничего не меняется сотни лет. У нас, как говорится, новых идиотов на нашу планету не завезли. У нас все ходят по кругу. Пять лет прошло, народ слился, который пришел за большим баблом. Пришли следующие идиоты на следующую пятилетку. И опять по кругу. Технический анализ, фундаментальный анализ, объемы, кластера. И пошли алгоритмический трейдинг. Да сейчас мы там напишем то, напишем роботов. Не-не-не, Ваня, я тут не спорю. У меня вопрос простой. Давай я просто покажу демонстрацию экрана и покажу, как я оцениваю. Нет, просто скажи мне, просто скажи. Просто скажи, куда мне держать евро сейчас, чтобы я выиграл чемпионат? Я сейчас зайду. Да тебе держать евро сейчас. Я бы на твоем месте продал по хаю. Вот в текущий момент по пяти минутке ждал хая. Вот прям сейчас, да? Не прям сейчас, а вот у тебя боковик ты выделил. У тебя выделен мой там. Я еще не выделял. Я не знаю. Смотри, вот у тебя там квадратик какой-то в текущий момент стоит. Вот где я вижу 197 желтеньким наверху, внизу я не вижу, что там какие цифры стоят. Шортить или лонговать? Просто скажи мне направление. Шортить. Шортить. Шортить до твоего лоя 12750. Скажи мне цель теперь, пожалуйста. Я только что сказал. Вот досударь. Извини, прослушал просто. Я извиняюсь. Сколько? Ничего страшного. Вот до вот этого минимума. 12750, который ты видишь текущий. Который все видят. Хорошо. Где отмена? Отмена? Отмена будет 13250. У тебя отмечено это линии. Если мы за этот хай... Все, я все сделал. Хорошо. Все. Буду признать. А как ты это определил? Когда мы падали, у тебя первая остановка была в пятницу после падения. Первая остановка была. Ликвидности не было после падения. Ну все, я понял. Ты торгуешь на объем. Ладно, что мы спорим? Нет, я не на объем торгую. Я торгую. Я смотрю, где прошла ликвидность, а где нет. И почему мы останавливаемся. Остановиться мы можем по одной... Ну я получается как главный спорщик сейчас U-Trade как бы. Просто я знаю, что объемы не работают. Они не работают. Я об этом и говорю, что они не работают. Мы просто смотрим, где пропала ликвидность, а где она не пропала. Вот у тебя натянуты вот твои вот синие квадратики, да, как бы, которыми ты там что-то, какие-то зоны себе выделил. Ну, Fibonacci, там не Fibonacci. Ладно, без разницы нет. Иван, это у меня. Это я демонстрацию свою включил. Извините, что вмешался в разговоре. А, блин, простите, я не знал, простите. Можно на ты, можно на ты, а то мне как-то даже неудобно. Я-то просто, я как бы и не понял, я рассказываю, разговариваю с одним и рассказываю другому противостоянию. Причем непосредственному конкуренту на чемпионате мира. Но я думаю, что они оба сейчас продадут. И у кого больше будет объем, кто-то выиграет. Нет, я здесь по евро-доллару сейчас вижу ситуацию немножко лангрую. Продавать пока что еще рановато. Вот если все же самые уровни Fibonacci мы от максимума пятницы натянем вот так. То есть, ну, как я использую Fibonacci. 38,2, скорее всего, у вас будет в продаже. Да, вот здесь цена еще до сюда дойдет, отсюда будет зашортить. Либо я бы еще дождался бы подтверждения, когда под уровень открытия дня забрались. Тогда, может быть, вот это вот движение пятничное у нас отработает и сегодня. Если взять вот этот боковик, давайте его другим цветом сделаем, и представить, будто это у нас... Я тебя перебью немножко и просто скажу, как я без всяких этих уровней Fibonacci. Вот 38,2 можно убрать эту сетку и посмотреть просто. Вот прямо сейчас, если смотреть, то 22 марта, в пятницу у тебя там уже есть хай, от которого ты, грубо говоря, и будешь шортить. 38,2 просто совпало с этим хаем и все. Да, но пока что, смотри, по началу дня мы видим, что дневка у нас лонговая. И от уровня открытия дня, который ложным пробоем подтвердили. Если дневка лонговая, я на то и ставлю, что видишь ты лонговую, другие видят лонговую, все видят рынок, что надо покупать. Я ставлю на это именно, что если они все будут покупать, у нас основная ликвидность-то под всеми этими лоями и будет. И куда рынок пойдет, как он наверх пойдет, он как будет исполнять лимитные заявки продавцов, если не будет рыночных заявок встречных. Да никак. Не все же работают по лимитным заявкам. Я, например, всегда по рынку открыт. Ну, ты-то по рынку, да, лупишь, другие лупят по рынку. И что, вот у тебя стоит против тебя заявка, там, ну, тысячу контрактов, лимит на продажу. Сколько ты лупанешь? Тысячу контрактов сразу же его исполнишь? Нет, я лупану по своему риск-менеджменту. Я сейчас про это говорю, я говорю про общую картину. У нас как трейдеры все торгуют? Либо с лимита, либо по рынку. У нас по-другому-то как бы не получается торговать. Мы не можем по-другому торговать, просто рынок так устроен. Ты можешь либо по рынку продать, либо с лимита. В основном народ как заходит? С лимита, правильно? Ордера их цели, это что такое? Вот ты поставил цель take profit. Это, опять же, лимитный ордер, его видно в стакане. Лимиты всегда видно в стакане. А вот твои стопы, это всегда рыночный ордер, они только у брокера на сервере есть и все. И вопрос в том, что брокер автоматом это все делает, как бы ему наплевать вообще, где твои стопы стоят и куча этих брокеров. А как рынок-то ходит? Основная задача рынка – исполнить заявки всех желающих и продавцов, и покупателей. Поэтому мы и ходим вверх-вниз. Сначала исполнили желание шортистов купить, сходили вниз, их рыночные заявки исполнили, отстопили их. Они говорят, блин, нас отстопили. Ой, какая невезуха-то получилась. Да, конечно, вас отстопят. А как вас не отстопить? Если вас всех научили по техническому анализу, рисуйте кривые линии, ставьте стопы за ним. А меня слышно? Ваня, скажи, пожалуйста, а кто такой, кто ходит и стопит всех? Как его зовут? Никак его не зовут, сам рынок так устроен, его никак не зовут. Просто рынок так устроен. Ты приходишь на рынок, есть продавец мяса, ты покупатель. Ты хочешь купил у него мясо, тебя цена устраивает. Хочешь, не купил, пошел к другому продавцу. Вот рынок так устроен. Каждый по своей цене, подождите, подожди. Каждый по своей цене, по какой-то там причине, посмотрел, один М5 посмотрел. О, тут надо продавать, продал. А другой в этот момент посмотрел дневку и сказал, да нет, нет, тут ванговая ситуация, какие тут продажи. Каждый свои цели преследует. Кто-то по дневке зашел и сидит там, блин, три месяца, пока контракт не закончится. Ему без разницы. Как вот Игорь Бергер сказал, открыл там график, посмотрел. А кто-то сидит там с маленьким депозитом, у него мысль-то какая, который приходит с маленьким депозитом. И все, рыночные заявки могут быть как кто-то блин. Но ты же понимаешь, что рынок двигается не лимитными заявками. Я об этом говорю, что рынок исполняется. Рыночные заявки исполняют лимитные. У тебя есть просто лимитные заявки, вот они стоят вверху и внизу. Они же не могут друг об друга исполниться. Не могут. Кто же двигает рынок, я бы хотел просто познакомиться. Сами трейдеры своими заявками двигают рынок, своими убеждениями, вот и все. Они натянули, ну там, к примеру, кто сейчас Фибоначчи натягивает, как зовут, извиняюсь. Александр. Александр. Вот Александр натянул Фибоначчи, по какой-то причине он решил для себя, что это работает. Я сразу говорю, что это работает. Он убедил себя. Ну просто у него статистически это срабатывает. Я могу простой вам пример привести. Вот смотрите, сейчас как бы, я попытаюсь сейчас развеять все ваши мифы о рынке, что вы там думаете. Да без разницы, что я там смотрю объем, вы не смотрите. Да как хотите, хоть монетку подкидывайте. Представьте себе, что мы возьмем просто сейчас вот, посадим в одну комнату тысячу трейдеров, просто тысячу трейдеров. И каждые 15 минут будем задавать вопрос трейдерам, продавать или покупать. Задали вопрос, половина сказала покупать, половина сказала продавать. Те, кто не угадали, досвидули. Они там даже не трейдеров, просто людей, посадим, которые отношения к рынку не имеют. Они вообще не знают, что такое рынок, они графика никогда не видели, они даже не знают, что такое евро и доллар. Вот таких людей посадим. Половина отсеется, не угадает. Через 15 минут опять спросим, продавать или покупать? Опять кто-то отсеется. В конце, в итоге, в конце останется один человек, который там из тысячи заданных вопросов тысячу раз угадает. И он останется. И это статистическая хрень. Это математика чистой воды. Что тысячу раз вы можете угадать, а вы будете думать, да блин, технический анализ работает. Вы просто тысячу раз угадаете и станете миллиардером. Вот и все. А потом будете ходить и рассказывать. Знаете, у меня природный дар. Я, блин, мать его Ванга, родился с трейдерским талантом. И все будут в этом... Понимаешь, неважно, сколько раз ты прав, а сколько ты не прав. Важно, сколько ты забираешь и отдаешь рынку. Понятно. Понятно. Перегибай, понимаешь. А если твои показатели больше 50%, что ты прав, то тогда я не понимаю, зачем ты здесь сидишь. Вот я попадаю процентов 25-30. Но я жду цели. Понимаешь, как бы. Вся проблема в том... Подожди, подожди. Ты сказал, а я скажу как. Понимаешь, неважно, где зайти. Важно, где выйти. Все ищут точку входа. Я могу зайти где угодно. Все верно, правильно. Можно поединку. Понимаешь, я не торгую на Форекс, а всем кому на Форекс. Я согласен с тобой. Неважно, где ты войдешь и как. Важно, как ты выйдешь. Конечно, конечно. Я не предложил. Открой счет со следующим. Подожди, подожди. Ты поговорил, а я поговорил. Ты другая мысль не забыл. Я понял, что ты делаешь. А ты запиши ее. Ты ее запиши. Запиши ее. Смотри, я тебе предлагаю. Ты открой счет. И мы поторгуем. Потому что говорить мы все умеем. Понимаешь, как бы. Мы все умеем. Я так сделаю. Как торговать. А у всех проблема, что они не торгуют, как бы. Понимаешь, как бы. Они только говорят. Я Форексом не занимаюсь. Вот тут вот как бы. Ну, ты можешь на мой канал зайти. Я выкладывал 8 месяцев видео со своей торговлей. Выкладывал. Все там есть. Я могу куда угодно зайти. Мы вот сейчас здесь находимся, как бы. Открой счет. И мы будем его в реальном времени видеть. И я покажу. И я не буду. Там что? Там что? Не счет? Там что? Какашка какая-то? Я не знаю. Как бы. Просто открой. Я не говорю, что там какашка. Просто открой. И я открою свой счет. И будет интересно. А не так, как половину прячут. Я из этого тоже спрятал сейчас свой счет. Хотя я держал его открытый. И он у меня подслился. Я это не переживал. Это вообще подслился там у кого-то. Не подслился. Конечно. Вот ты открой, пожалуйста. И потом ты будешь торговать на объемы. А я буду торговать. Как бы по звездам. Такие. Ты просто говоришь, что на рынке ничего не работает. Но есть какая-то закономерность. Ну как? Я не говорю, что как бы. Сторг ни о чем, Ваня. Я понял. Ты прав. Ты новая суда. Я согласен. Открывай счет. И погнали. Вы уже начал передергивать просто. Реально. Не, извини. Если передергнул. Сори. Сразу же. Я извиняюсь. Ты уже слабо, не слабо. Открой всем и говори. Конечно. Я всем так говорю. Ты так же говоришь. Все. Сидишь и говоришь. Я позвездил. У меня есть счет. У меня есть счет. Поэтому я и говорю. Скинуть стейтмент или что? Скинуть от брокера стейтмент? Мы еще раз говорим. В плане открытия и закрытия позиций. Валь, не заводись. Я бы не заводился, если бы мы не передергивали. Хорошо. Еще раз извиниться. Валь. Я предложу мне извинения. Все мы люди и каждый себя ведет, как и считает нужным. Поэтому я говорю, что кроме как слов, ты говоришь, что это. Я говорю, что это не работает. Блин. Да пусть оно не работает. Я задал тебе вопрос. Как ты заходишь в сделку? Второе вопрос. Хорошо. Все. Давай, все убираем. Два вопроса. Ответь мне, пожалуйста. Как ты заходишь в сделку и когда ты принимаешь решение на выход? Я захожу в сделку либо от хая, либо лая после того, как пропала ликвидность, когда не на чем идти наверх или вниз. И жду, когда появится новая ликвидность и исчезнет, чтобы принять решение о перевороте или выходе из сделки. Вот и все. Все. Я говорил в каждом эфире, что, возможно, это плод моего воображения и моей фантазии. Да здесь не важно, Вань. И ты правильно говоришь, ну, как сказать, для тебя это правильно и для меня отчасти это верно. Что, да похрену, как я вообще там зайду от Фибоначчи, там, от объемов. Вопрос в том, что пока я не вышел, хватит мне депозита высидеть свою позицию, если она против меня пойдет или не хватит. И что я буду делать? И что я буду делать, когда она пойдет против меня? Я пойду доливать депозит и усреднять свою позицию, потому что моя задача на рынке одна. Это не то, что там не слить депозит, а моя задача заработать. А как я это сделаю? Всем должно быть насрать вообще по звездам или не по звездам? Ну, понимаешь, когда трейдер приходит и ты ему говоришь, Вася, ты же понимаешь его эмоциональный настрой? Он завел там свои тысячу долларов, он говорит, слушай, покажи мне, как ты торгуешь. Ты ему говоришь, вот смотри, вот это видишь, это работает, это статистически работает. Давай проверим, давай. Он открывает счет, неважно, демой, не демой, ты ему даешь правила, я даю правила. Говорю, вот торгуй вот так вот. На хе продавай, на лае покупай, ставь туда свои цели и посмотрим, что по статистике будет через неделю. Ты сам это увидишь, работает это или не работает. Он берет, торгует, человек ничего не знает о рынке, ставит этот стоп 3 копейки. Да, он принимает этот убыток, потому что больше убыток он не готов принять. Если он потеряет все, если он потеряет все, охренеет и потом будет опять очередной неудавшийся трейдер. Третий вопрос, как определить хай? Визуально. В зависимости от того, какие ты цели преследуешь, твой таймфрейм – это потенциал твоих сделок. Вот и все. Если ты выбрал дневку, и ты видишь хай, и видишь лоу, и ты понимаешь, что за этим… Дневку я вижу хай в моменте или закрытие? В зависимости от того, какие ты цели преследуешь. Прямо здесь сейчас ты будешь… Заработать деньги. Это понятно. Но ты можешь, блин, по 3 пункта зарабатывать каждую секунду. Забирай. Ну, все, ну и какие проблемы-то? Пока Александр не решался в гонку. Пока… Ну, это там ваши личные терки, как бы… Как бы кто из вас… Мы все любим помериться, как говорится, это писками, у кого длиннее, да, как бы… Ну, это не показатель вообще ничего, блин. Мы так устроенные люди. Там, у кого круче машина, у кого больше депозит, тот типа и умнее. Да это ни хрена не так. Это никогда так не было. Ясненько. Спасибо Евгению за его вопрос. Спасибо Ивану за ответ. Иван Халамендик еще слова не сказал, хотел задать вопрос. Иван, заходите в эфир, слушаем вас. Здравствуйте, Игорь, здравствуйте. Да вот, слушаю, ребята, они тут… Я без камеры, если можно, если позволите. Слушал ребят, как они спорят. Люблю поучаствовать в таких спорах. Да мы не спорим, мы каждую свою точку зрения просто пытаемся донести до себя и до… Да, да, вижу, Иван, да, приятно, что с вами познакомиться, мы тезки. Впервые вас, так вот, нечасто смотрю, и впервые вас увидел, но все же, Иван, вот такой прямой вопрос. Давайте. Все же, я там слышал, вы по хаям, по лоу торгуете, ну, я так и не понял, что у вас с хаями, да, как он конкретно, как вы его увидели. Любое, ну там, скажем, давайте последнюю вашу сделку разберем, какую-нибудь, вот если можно, просто вот честно, интересно все же, посмотреть вашу сделку, какую угодно, там, покажите мне удачную сделку, выберите там… А зачем я покажу, как это, как есть, да и все… Иван, Иван Егоров, будьте бдительны, это западня. Так, не сдавайте мои, как бы… Без разницы, западня, не западня, главное, чтобы человек слушал, что я до этого сказал. У меня весь график не вместится, но я все покажу. Не, ну мне просто желательно посмотреть любую сделку, вот какую вы там провели, проводите, будете проводить, в каких местах, то есть, ну вот, конкретно точка входа. Видим, экран видим. Блин. Видим хорошо. Видно, здесь это ваши контракты были, да? Ну да, здесь меня отступило частично, я усреднялся, но я объяснял, что я там сделал, как бы, и я перезаходил уже здесь и здесь. Вот вы, момент перезахождения, так, верните мне, вот, пожалуйста, вот первый перезаход, тут понятно, да, я вижу, тут у нас был канал, его можно рассмотреть тут. Но я называю это балансом. Да, а вот второй вход, второй вход, я не понимаю, почему он был введен. Я просто доливал составе на то, что нас будут утаскивать на вот эти лои, что мы по-любому туда сходим, потому что здесь… Почему вы так пересидели контракт тогда? В смысле пересидел? Ну, если вы ожидали… Что мы будем доливаться на эти лои, и цели я ставил дальние, и все. По другому таймфрейму, по более старшему. И мы ушли, и на этих целях это пятница, конец дня. Здесь меня уже стопило по подтянутым стопам. Здесь еще раз попытался долиться после вот этих стопов. И здесь уже окончательно закрылся, все. Что тут непонятного? Ну, здесь, там не видно, но… Покажите мне, какой у вас… Ну, вот я вижу, вы открылись там. Ну, может, вы от балды открылись, и вам повезло. Да, я так и говорю, я от балды открылся. От балды, и вам просто повезло. Да, да. Никаких тут анализов, никакого тут вообще подхода. То есть, личного нету, просто вот открыли. Вот это вот закрытие. Я посчитал, что, возможно, мы сейчас выше пойдем, и мне нужно было закрыть позицию с минимальным убытком, учитывая, что в моменте… Ну, все же любят говорить, ой, у вас просадка в моменте там 10 тысяч была. Ну, никто не говорит, ой, у вас прибыль была в моменте 15 тысяч. Все почему-то вспоминают о моменте просадки. В итоге я закрывался здесь, у меня получился убыток по счету там… Это демо-счет, еще раз говорю, демо-счет. 30 тысяч там на нем виртуальных денег, да, и здесь… А зачем вам демо-счет? Я решаю свою психологическую проблему. У меня есть такая проблема, которая обошлась мне уже в минус там практически 80 тысяч долларов, да. Я утверждаю… Ну, если я кому-то что-то объясняю и там торгую на публику, рассказываю, да, то я упираюсь, допустим, я вижу здесь лонг до вот этого момента, то есть до текущей ситуации, ставлено то, что здесь будет лонг. Я вхожу в эту позицию, позиция идет против меня, я не переворачиваюсь. Я как тупой баран, я же сказал, что здесь будет лонг. И людям сказал, когда я торгую индивидуально, да, там, один сам с собой, ну, как бы, ну, все, лонг, нет, все перевернулись и погнали дальше, все. То есть у меня есть такая штука. Я задолбался ее решать. Иван, можно я сразу задам вопрос? Значит, у вас нет четкой торговой системы? Я придерживаюсь того… Я придерживаюсь того… Что значит четкая торговая система? Вы едете по дороге, ну, для вас есть, вы торгуете по карте, грубо говоря, у вас есть карта, вам говорится, тут направо повернем по карте, это торговая система, а там, бац, дорогу перекопали и надо налево… Моя торговая система тут, к примеру, Игору известна от нашего модератора. Я отношусь к ней. Я знаю стратегии многих других трейдеров, у них тут есть конкретные стопы, есть, либо вместо стопов у них тут идет Мартингейл, там, Доливка, там, тому подобные какие-то варианты. У меня есть стратегия заработать. Я пришел на рынок, у меня одна-единственная стратегия заработать. Как я это сделаю? Иван, извините, извините. Иван, вот есть такой вопрос прямой. Вы обучаете, ну, там, показываете, как-то публично выступаете, да? И вы рассказываете, что вот есть какой-то контракт, его можно открыть, там, сегодня. Ну, скажем, вы вот сегодня заявили о продаже евро-доллара, там, скажем, от хайо, да, там. Где-то вы его видите, продажу. Люди вас послушали. Вот вы открываете продажу евро-доллара. Я вижу сейчас только покупку, то есть мы будем иметь откат на сегодня на понедельник. Либо, ну, правда, со стопом эту покупку. К примеру. Покупайте, покупайте. Я не против. И вот так сидят, сидит сейчас, слушает Игоря какой-нибудь, там, скажем, новичок пришел, вот там. Ивана, скажем, Иван, вы про меня, про Игоря или про Ивана, давайте определимся. Я про себя. Вот я пришел первый раз на рынок, я включил Игоря Суздальцева, да, и вот хочу услышать, скажем так, какую-нибудь аналитику. И вы мне говорите продавать евро-доллар. Отлично, продаю. Продал я евро-доллар, все, классно, а дальше? Где его ловить? Хорошо, вы поймали, мы выдали. Я показал, я показал. А почему вы сказали продавать его? Вот я не понимаю все же, почему вы его сказали? Вы потому что не смотрели предыдущие эфиры, заходите почаще. Я, блин, в прошлых эфирах, они, к сожалению, не попали. Я там все объяснил, что я делаю. Все объяснил, абсолютно все. Это была бы полезная информация, на мой взгляд. Но они по какой-то причине там… Я не знал, что просто нужно самостоятельно это все было скачать и выложить на своем канале. Подождите, я сейчас открою график. Так, это не то, это не то. Я объяснил причину. Я прямо сейчас ее могу объяснить, что я вижу. Я еще раз это повторю. Я еще раз это повторю. Мы здесь видим всплеск ликвидности. Мы видим просто, что здесь прошла дельта у нас. И дельта была положительная. Схрена ли она здесь может быть положительная? Только по одной простой причине. Трейдеры, видя это падение, встали в шорты и прятали за… Ну, как вы говорите, объемы же не работают. Но они и не работают. Вот они за эти объемы и спрятали свои стопики. Мы пришли, попытались зацепить, рынок вверх не пошел. По правилам технического анализа, там, как говорится, я его не использую. Я просто знаю, как используют другие трейдеры. Говорит, о, вот видите, у нас вот здесь вот мы бьемся, вот они объемы, рынок дальше не пускают. Кто кого куда не пускает, непонятно. Но они уверены, что рынок дальше вверх не пойдет. Наставили своих шортов, наставили своих стопов, мы улетели наверх. Куда? На хай. А куда еще мы можем уйти, если здесь было какое-то накопление? Смотрите, хай для вас – это предыдущие максимумы, да? То есть вы смотрите, понимаете, да? Нет, вот смотрите, дайте, вот не перебивайте меня и дайте мне просто сказать, да сказать, и вы все поймете. Просто если мы будем друг друга перебивать, я буду нервничать. Нет, я пытаюсь вас понять, я просто вот расскажу, что хай, я хочу… Вот смотрите, вот это можно сказать, что это лол? Ну, да, как по-другому, это лол. А где здесь хай? Да вот он, хай, откуда мы предыдущий боковик сломали? Отсюда. Значит, здесь и хай, отсюда пошли ликвидность собирать. Те, кто думал, что это рост, вот это вот все. Ну, пошли, собрали, пришли. Здесь стопов нету в моменте, вот когда мы сюда пришли, вот в это время, вот именно в это время, не было здесь никакой ликвидности. Если бы она была, рынок бы сразу же дальше вниз пролил. Как она может появиться? Рынок начнет вот эту ликвидность собирать. Вот она. Здесь она была, ликвидность. Здесь же кто-то шортил, не все же дураки, блин, и только в лонг встают. Кто-то еще и шортит. Ну, я имею в виду, кто-то ошибается, но в этот момент кто-то зарабатывает и не ошибается. Если я ошибся со своим лонгом, то кто-то сейчас на шорте зарабатывает. Правильно? Правильно. Два дурака на рынке. Один продает, другой покупает. И периодически во времени меняется, кто из них прав, а кто из них не прав. Вопрос только в том, кто забирает прибыль с рынка и уходит. Ладно, это все лирика. Все, мы пошли. Вот она, поддержка, которую народ видит. Там объемы, блин, да там дельту они видят. Рынок пошел наверх. Они же не смотрят, куда мы пришли. Хрен ли мы сюда пришли, отсюда начали падать. Пришли, ликвидности тут нет. Вышли, значит. Куда пойдем? Да как минимум сюда вначале придем. Вот сюда. И возможно было бы вот так. Почему сюда? Покажите мне. Потому что это нижняя граница. Это нижняя граница. Вот она. Вот у вас весь диапазон, в котором там покупал кто-то. Почему вы его определили в нижней границе? Можно конкретно? Я так захотел. Вот я объясняю. Нет, ну я реально хочу понять. Я честно, я задаю вопрос просто потому, что я хочу. Слушайте, вы меня не слышите. Я объясняю. Вот сейчас сижу и объясняю. Почему это нижняя граница? Да элементарно. Народ здесь продавал. Они будут свои, видя, что они ошиблись, не поставив стопов, они будут свои крыть позиции пытаться. Нет, Иван, я хочу перебить и разобрать вот данный момент, потому что он важный. Для меня лично я не понял. Может кто-то понял. Вы вот это видите? Смотрите, вот я вам просто статистически показываю. Нет, вы мне, Иван, пожалуйста. Я вам показываю. Я вам показываю. Я вам показываю. Смотрите, про нижнюю границу. Вы визуально же видите? Вы вот эту часть не видели, графика. Да. Вы видели его в какой-то день вот так. Вот это вы видите? Да. Это лои? Ну. Ну, лои это или нет? Да, да, да. И не значит. В данном случае, как бы, ну, можно поработать. Не случай. Это факт, что это лои. Без всяких случаев. Это нижняя граница. Это факт. Вот рынок пришел наверх, развернулся. Это верхняя граница. Верхняя. Это тоже факт. На рынке действуют факты. Все остальное мы там интерпретируем так, как мы интерпретируем. Мы видим там, низ пробили. Кто-то говорит, о, низ пробили, надо продавать. Как делают трейдеры, продают? По рынку, извиняюсь, хлопнули и продали. Да рынок сюда будет откатывать, потому что им стопы-то надо куда-то ставить. Если они здесь по рынку хлопнули, кто-то 10 поинтов поставил, кто-то увидел, вот за этот хай спрятал, кто-то сюда. До этих просто не дотянулись. Не хватило здесь стопиков, чтобы исполнить. Рыночные лимитки стопиками не исполнились. Рынок не пошел выше по ценам. И все, и улетел дальше вниз. Почему он здесь пробил? Ну кто-то же и покупал, ставил за этот лой стопики. Ну пошли вниз. Никто не задумывался о фразе почему-то. Много там такой интерпретации, да? Когда трейдеры, у них хорошая торговая система, они все правильно делают, у них потом такая фраза возникает, типа они говорят, блин, да рынок ходит по стопам, по моим стопам. Да ты потому что их правильно ставишь, как и все. Нет, нет, давайте хорошо, вы стелете, хорошо, давайте где мы в данный момент по рынку, вы говорите сейчас продавать, да? Продажа, продажа, может быть вот такой откат куда-нибудь сюда, и он будет там в течение, допустим, недели, может его не быть, но здесь продажа чистой воды, постоим мы там будем откатывать, мы пойдем сюда, и пойдем ниже, и это к гадалке не ходи, хоть по звездам там гадай, хоть на кофейной гуще, и надо искать продажи. Все. То есть вы говорите, что пойдет ниже 1,125? Да, я говорю, что пойдет ниже, у меня ближайшая цель, но так как я могу быть как упертый баран, возможно я и не дождусь этой цели, и перевернусь, и похватаю и вверх, и вниз, и выйду в итоге. Еще с большей прибылью на конец этой недели. Виртуальных денег. Потом пойду куплю себе виртуальную яхту. Ну я не знаю, вот Иван, вот смотрите, я, если мы, вы включите месячный график, давайте так вот, к примеру. Подождите, я тут посмотрю, куда стопик свой убрать. Ну нормально стоит, стоит. Да у меня нету месячного графика, нафиг. Ну вот, верните мне, дневной график. Ну. У тебя. И вот почему вы не рассматриваете, вот данную картину, данную позицию, можно рассмотреть как обернутая голова и плечи. Стандартная. Вы плевать на эти плечи, голову и плечи, вы можете открыть минутку. Вы откройте, вот смотрите, минутка вам. Уже нету никакой головы и плечи. Вот это вот откуда вы. Можно, как бы я вот закончу. Да, да, можно. Только я быстренько скажу по поводу головы и плечи. Здесь у вас голова и плечи, вот вам голова и плечи, тут у вас голова и плечи, тут у вас какая-то голова и плечи. У вас везде эта голова и плечи будет. Везде. Я просто хочу даже поспорить. Вы можете открыть чат, я в чате написал, куда пойдет евро, когда вы говорили, что в сел пойдет. Вот оно идет, у меня открытая позиция, хорошо, на бай, нормально, на валит. У меня пока, у меня на сел открытая позиция. У вас сейчас валит, смотрите, у вас сейчас на бай валит, а я готов сказать, что через час мы просто рухнем и никакого бая не будет. Или через два часа. Вот сейчас я попробую угадать. Я говорю, что мы еще там час-два попытаемся расти, а потом мы просто рухнем. И это будет логично. У меня цены 134. Рухнуть, я откажусь, что мы рухнем ниже, чем сегодня, ниже, чем 120. Я вам скажу, я готов сказать, что мы до конца Америки сходим на 13540. Все. И посмотрим, кто из нас угадал. И это будет чистой воды, угадай-ка. Мы сейчас можем там с пеной у рта друг друга все доказывать. Ну, хорошо. Давайте угадай-ка. Я сегодня ставлю на то, что у нас будет серебро и золото расти. Евро-доллар. Что же будет расти? Сам по себе доллар будет падать. И фактически у нас уже разворот тренда начинается. Глобальный. Тренды, я еще раз говорю, все ваши тренды у вас в голове. В зависимости от таймфрейма вы можете видеть тренд и вниз, и вверх. Причем тут таймфрейма. Трендов нет никаких на рынке. Вон мы отскакиваем и улетаем вниз. И сейчас мы придем сюда, здесь зацепим ликвидность. Вы утверждаете, что нет такого понятия, как рост цены на протяжении какого-то периода. Это и есть тренд. Иван, это и есть тренд. Это и есть тренд. Что такое тренд? Еще раз скажите мне, пожалуйста, что такое тренд? Что вы вкладываете в это понятие? Направленное движение на то, что на протяжении какого-то периода идет цена в каком-то отдельном направлении. То есть либо в байле, либо на протяжении. О, вы переключились на период постарше, и у вас цена находится в боковике, и нет нахрен никакого тренда. Причем это вообще, не, я не имею в виду периоды там таймфрейма в терминале. На них вообще нахрен. Вы как вообще торгуете, если вы не имеете периода в таймфрейме в терминале? У вас взаимосвязь прямая между трендами, которые торгуют, дневные контракты, и те, кто торгует по секундке. Как вы торгуете? Вы говорите о трендах. Хорошо, я вам объясню. Подождите, стойте, подождите. Вы только что сказали. Направленное движение в какую-то сторону, я вам сказал, переключаемся на старший таймфрейм, на более старший, и направленного движения нет. Мы находимся в границах какого-то диапазона просто старшего таймфрейма. И этот диапазон может длиться несколько месяцев, а даже лет. И внутри этого диапазона вы какие-то направленные движения называете трендами. Какой-то, блядь, нахер тренд. Иван, цена всегда движется от какой-то одной цены до другой, скажем так. И где вы там тренды увидели? Значит, у вас присутствует время вверх и вниз, блин, все, я это уже психую. Ну а вот зря, потому что я хочу понять вашу логику, но то, что я слышу от вас сейчас, то есть вы открыли отбалды ордер, отлично, молодец. Вы открыли, вы показали демо счет, вот мне сегодня. Я вас попросил, вы показали демо счет. На самом деле можно открыть там 50 демо счетов, и на каких-то у нас будут хорошие сделки, которые можно сегодня Игорю включить и показать как бы демонстрацию, в результате. Меня сейчас только что обвинил в том, что этот счет я показал Игорю, показал там хорошие сделки и так далее. Нет, я не обвинил, я не обвинил, Иван, я просто задался вопросом. Это придет в эфир. Давайте спросим у ведущего. Я на прошлой неделе что-то не так показывал или рассказывал, другой счет использовал? Я не хочу вас оскорбить, не, поймите, честно, я как бы, я сделал желание кого-то там видеть или тому подобной вещи сделать. Вы впрямую только что сказали о том, что я могу, намекая на... Иван, я объясню, почему такой вопрос. Вы думаете, если он у меня возник, он не возникнет у зрителя, который смотрит наш, скажем так, будет смотреть эту вещь, то есть, ну, как бы этот диалог, он возникнет так же само у каждого здравого человека. Не то, что я его задал, это здравый вопрос, который возникнет у любого человека. Вы показываете демо счет, и на нем у нас есть хорошая сделка. Хорошо, отлично. Я пытаюсь понять, почему вы туда вошли. То есть, я задал вам конкретный... Я вам объясню. Вы мне показали подверг, она суда. Я вижу хай, увидел хай и вошел. Я вижу этот хай. А почему вы так долго ждали? Почему вы так долго ждали? Почему вы не хотите сейчас делать? Сейчас вот мы про эту сделку говорим. Я ничего не ждал. Про дедущее, которое вы мне показали. Я так и не помню. Там, где была доливка по тренду и вы доливали. Я не скажу, у меня была просадка в моменте, когда мы начали расти на новостях, там, вторник или среда была, я уж не могу точно сказать. Была просадка в моменте. У меня был вариант. Либо я сейчас дольюсь, и у меня будет лучшая средняя цена. Либо я буду как дебил сидеть и ждать, там, ну, варианта было два. Либо, как бы, все, депозит закончился, да, и мы эфиры закончили. Я пришел на эфир и сказал, ну, у меня не получилось. Все, всем спасибо. Я говно трейдер. Я пойду дальше, там, у нас нет вариаций, как бы, не получается. А можно уточнить тогда, какими вот, как бы, удобный депозит, тут реальный, реальный, удобный депозит для вас, для торговли какой? В зависимости от того, какие мы цели преследуем. Для маленьких депозит, арабливать, спокойно жить, вот тут нормально, адекватно жить, да, вот вам нужно, там, скажем, по какому рынке мы торгуем, на российском или на цене я? Не, мы говорим про форекс принципиально. На форекс? Да. Я не знаю, какой депозит нужен на форексе. Для моей конкретной жизни я не знаю, какой мне депозит будет нужен на форексе. Ну, на чем вы торгуете сейчас? Я торгую на CME. Ага. Я на CME могу точно сказать, что с депозитом в 10 тысяч долларов вам там нихер делать, если вы не умеете торговать. Я сейчас не говорю про всех. Я уверен, что Александр Шиенков там, и он и с 5 тысячами долларов на CME сможет заработать, там, торгует двумя контрактами. Ну, я в этом как бы не на 100% уверен, но я думаю, что он справится, если он начнет там торговать. И ему и на жизнь хватит, и на увеличение депозита. Ну, может, на жизнь не хватит, смотря какие запросы и так далее. Но, тем не менее, он сможет. А другие не смогут. Просто психологический барьер-то у каждого свой. Для кого-то там потерять тысячу долларов, это мама не горюй, потому что он там, блин, извиняюсь, за месяц столько зарабатывает, ему при этом вкалывать приходится, чтобы заработать эту сраную тысячу долларов. Ну, для Москвы, может, это и не деньги, но если мы возьмем там периферию в нашей стране, то для кого-то и 500 долларов огромные деньги. Вот они все и тащатся на этот, блядь, Форекс. Я понял. В общем, Иван, у меня, в принципе, все же, я не понял вашей стратегии. Вот я пытался ее понять. Нет, у меня еще раз говорю, вы задолбались этими стратегиями. Все ищут эти стратегии. Нет, ну, торговать открытой от болты, Иван, я вас услышал. Я вам только что объясню, позиция была открыта, потому что я вижу хай, я предполагаю, что все сейчас будут вставать в лонг, и раз они будут вставать в лонг, вся ликвидность будет внизу. И поэтому я открываю свою продажу, ставя свои стопы куда-то повыше, где будет просто отмена в сценарии, и мы с отката лучше будем заходить на лонг. Иван, ну, я понял так вот, я пытался понять вашу стратегию, но я вот только что услышал и увидел. То, что я услышал, возможно, я не прав, возможно, я как-то неправильно слышу, но то, что вы пытались рассказать, то, что я пытался у вас узнать, вы вот открыл от болты, радуюсь, пошла цена по мне, не пошла по мне цена, ну, как бы нахрен, выключаем все, с Игорем больше не работаем, больше сутбольцев нам как бы не надо. Да почему не работаем, просто я как бы не мешал, да? Я вижу, что я услышал, Иван, то, что я услышал от вас. Ваши слова были примерно, я их так вот интервьюнирую. Да нет, это правильно, я сказал, да, я там открыл от болты, и все, ну да. Да, открыл от болты, все, класс, закрыл от болты, когда вышла профит, который мне нужно. Вот ваша позиция. Ну, я бы сказал, ну, можно так торговать, я не имею ничего против, так тоже ребята работают. Ну, 8 лет, извините, пожалуйста, мне кажется… Не 8 лет, я говорю, что у меня путь был 8 лет, откуда… До такой идеологии у вас был путь 8 лет? Не до такой идеологии, я говорю, что здесь я преследую свои цели, у меня здесь нету как бы системно торговать, я торгую системно на младших таймфреймах, используя там минутку и пяти секундку, и мне наплевать, куда там рынок в моменте у меня там идет на часовике там и так далее. У меня задача зайти, поставить стоп и дальше посмотреть, на старший таймфрейм ориентироваться на цели или нет. простая задача, у тебя есть соотношение, риск прибыли, да, какая у тебя там прибыль будет, там 15 ты там ставишь 20, без разницы, или ты там по визуальным каким-то моделям закрываешься. Если я буду торговать со стопами, ну, я не знаю, там, блин, 3 поинта, какая вероятность, что я заработаю? У меня больше вероятность будет заработать, чем вы будете с 30 поинтами торговать. Я буду 3 ставить, вы будете 30. Почему? Потому что у меня будет 10 попыток, а у вас будет одна. Вот и все. Тут ничего сходить. Иван, вы не знаете, моя суть, я более чем уверен. Вы не знаете, я не буду сейчас ее тут рекламирую и рассказывать. Потому что я не рекламирую, я пробую. Я просто, чтобы вы знали, что вы обошли. Я торгую пакет для депозит слив маржетков для меня, плечо до работе 500 либо 1000. Соответственно, у меня стопы порядка 15-20 пунктов. Там это маршрут. Я ищу максимально подходящие точки входа. Вы правильно делаете, что вы ищете те точки входа, которые для вас подходящие. Правильно делаете, это ваше стопы. Я зарабатываю достаточно. Но, соответственно, я хочу понять варианты, как не сливать еще депозиты. У вас один простой вариант не сливать депозит. Вы видите верх, вы видите низ. Вы же понимаете, что рынок у вас постоянно в диапазон уходит. Да, вы там используете свою какую-то направленную торговлю по тренду, но торгуйте, это добавляет вам шансов. И все, с отката вы будете заходить, не с отката, направлены. Там не способ не сливать депозиты, не торговать вообще. Не торгуйте. Если вы пришли на рынок зарабатывать, вы понимаете, что вы будете и сливать. Нет, вы понимаете ту фишку, что вот вас сейчас пытаются уточнить, адекватно понять вашу систему. Я так и не смог ее понять. Принципиально не смог. Вы не даете мне сказать просто, вы начинаете разговорить свое. Я вас слушаю, я вас слушаю. Давайте еще раз. С вами общались не только я, с вами общался Евгений. Давайте еще раз. Я с вами общался, ну, как вам было. Экран видно? Давайте посмотрим еще раз. Давайте еще раз. Экран видно? Вот вам торговая система. На хаях продаем, на хаях продаем. Нет, я не знаю, чей экран. Но я вам показал. Да, видно какой-то экран. Видно? Видно? Да. Это все то же самое по евро. Только это не мои сделки. Это товарища, да, сделки. Который точно так же пытался зацепиться вначале в первую позицию. Ему не дали, он поставил лимитку и закрылся со своими целями. Вот вторая позиция, ему дали. Он закрылся и досидел до низа. Вы опять показываете классные ордера, которые там произошли. Я показываю. Почему хотите? Я только что, блядь, вы нахер, я извиняюсь, вы меня не слышите, я только что сказал, торговая система. На хаях продаем, сатката продаем, покупаем на лоях. Да где там хайп был на предыдущей сделке, перед сильным падением? Вот там хайп, человек ставит лимитку, точно так же, как я это делаю, на хаях. Лимитка не сработала. Вот вам хайп. Вот от этого накопление. Ретест накопление. А, вот это вот накопление. Блядь, вы не сатката. Накопление было там. Я объясняю, есть хай, есть лоу. Мы заходим, либо от хая, либо от лоу, либо сатката. Вот, блядь, откат. Не рвайся, пожалуйста, не рвайся, пожалуйста. Да я просто уже не могу. Нет, я, например, вот Иван, Иван, вы не надо рваться. Я хотел понять, что это накопление вы тоже знаете. Как вы торгуете? Я объясняю, объясняю. Ребята, я смотрю на это, я смотрю на то. Я смотрю, хайп, оу. Либо сатката закану, либо на ретесте. Я цели ставлю туда, я ставлю такой-то стоп. Я уверен в том, что мы вниз пойдем. Да я могу ошибиться, да, я могу слить на этом дипломе. Да какая нахрен разница, по какой причине мы вниз пойдем. На откате я зайду. Да все только, что объяснили. Придущий человек, который со мной разговаривал, сказал, да, как бы, я тоже с этим согласен, что в принципе-то какая разница. А какой стоп-лосс вы ставите при случае, вот скажем так? Да любой может стоп-лосс поставить. Я ставлю 30% от депозитов всегда. Всегда. 30% от депозитов. Нет, по рынку, то есть у вас не влияет на ситуацию по рынку, да? Что влияет? Ну, ситуация по рынку вам как бы по барабану. У вас просто вот стоп-лосс... Типа по барабану входить мне по рынку или с лимита? Нет, вы не поняли. Вот сейчас, давайте рассмотрим сделку предыдущую перед падением. Вот эту классную вы поймали, хорошее падение по евро-доллару. Это вообще не мой график. Нет, ну не важно. Там по вашей системе, да, вы зашли там. Почему по моей системе? Просто он торгует то же самое, что и я. Это не обязательно по моей системе. Человек торгует. Хаил Аи, он это прекрасно понимает. Иван, извините, я перед этим разговором попросил вас, чтобы вы мне показали вашу систему. Я объяснил ее 10 раз. Ладно, я понял. Я вижу, что мы Игорю сделаем не очень хороший контент, но вот этот спор, который не приводит ни к чему, я пытаюсь понять и не могу. Честно говоря, я стою вопрос, который я хочу сказать. Еще раз, смотрите сейчас на экран, и вы получите ответ на свой вопрос. Вот это хай, вот я спрашиваю вас, это хай на минутке. Без разницы, на часовике он будет точно так же выглядеть. Это будет хай. Это евро-доллар, да? Да, без разницы. Да, это хай. Здесь надо лимитку, можно поставить лимитку на продажу вот с таким вот стопом? Почему? Нет. Почему нельзя? Потому что ты так решил, что нельзя? Или потому что ты уверен в том, что там отстопят? Я уверен, что там отстопят и пойдет дальше. Потому что мы пробили предыдущий хай, который там стоял. Мы уже его пробили. Да ну и наставим этот предыдущий хай вообще, наставим его. Если бы мы его пробили, мы уже пробили. Если бы мы его пробили, мы бы улетали на стопах наверх. Мы сейчас встали в бокове. Вот я сейчас... Не, ну я не могу, вы можете поставить здесь на селл. Я вам сразу говорю, тут продажи. Слушай, подожди, ты меня спросил, как я торгую. Ты мне не даешь сказать, как я торгую. Ты начинаешь... Нет, здесь нельзя продавать. Кто сейчас... Ты спрашиваешь, как ты торгуешь? Я тебе говорю, как я торгую. Ты начинаешь меня учить, что здесь нельзя продавать. Потому что там по какой-то причине ты увидел какой-то хай и, блядь, сам себе напридумывал, что типа тот пробили и сейчас наверх пойдем. Чего? Как мы пойдем наверх? Не ругайся, не ругайся. Мы пойдем, да. И что? И ты скажешь, ты прав, я тебе сейчас скажу. Нет, мы вот от этого хая будем продавать и мы сейчас пойдем вниз. И рынок потом пойдет вниз. И что дальше? Что ты? Придешь и скажешь, что... Ой, извините, там хаи и лаи не работают. Ну, ты в муке часы скажешь. Они работают, Диван. Они работают. У меня опыт тоже, 10 лет. Ты меня спрашиваешь? Еще раз говорю. Блин, я как баран разговариваю там со стеной. Не буду... Ну, там, да. Я вот как баран тебе пытаюсь свое доказать, но даже не доказать, а просто говорю. Вот смотри, ты меня спрашиваешь, как я работаю, я тебе объясняю. Вот я работаю вот так. Вот здесь хай, вот здесь у меня там... Блин, перехай. Да насрать мне на это, перехай. Я здесь могу поставить до вот этого момента лимитку на продажу? Кто мне мешает? Могу поставить? Могу поставить стоп там 10 поинтов, поставив на то, что это мои риски, которые я принял на себя. Да мне наплевать вообще там, перехай там. Будет вверх там задир или что? Вообще наплевать. Я ставлю, что не будет. Что вот здесь вот вся будет ликвидность. Что народ вот это движение наверх видит. И они будут пытаться его как бы покупать, залазить в этот уходящий поезд. И все. Иван, я с вами просто на тонах пониже, потому что я, во-первых, мне тяжело с вами общаться. Я боюсь, что вы скрываетесь на каждой моей фразе, которую я хочу действительно услышать от вас информацию, вы начинаете перекидываться. Я считаю, что я вас хотел где-то принизить. Вы хотите? Да нет, вы просто хотите услышать то, что вы хотите услышать. Нет, вам так кажется. Иван, я реально хочу услышать вашу как бы стратегию. Я объясняю. Игорь, если что, вы нас остановите, потому что нас может донести еще на полчаса. Но, смотрите, я понял вас. Вы открыли здесь по предыдущему хаю. Где ваш стоплосс? 10 пунктов, да? Там видно мой стоплосс, текущий вот он здесь, что. Ага. Вы купили там, где вот на хае, вы поставили стоплосс. Почему вы его там поставили? Это процент от депозита или процент какой-то от сделки? Что у вас там? Я просто в текущий момент торгую у Игоря Суздальцева на канале. Я просто вижу, что переход за вот эту вот вершинку вызовет всплеск ликвидности. Ну, будет выкинута ликвидность брокерами в виде стопов тех, кто сидел в шорте и подтягивал свои лимиты. И мы на этих стопах, лимит уже все запутался, мы на этих лимитах будем улетать, улетать либо в эту точку, либо в эту точку. А там будем уже смотреть. Хорошо. То есть получается, ваш стоп. Следующее, что если у вас контракт, скажем, неудачный, да? Сколько вы потеряли? Я по депозиту. Сейчас сколько я потеряю? Да. Сейчас мы скажем. В процентном соотношении. Ну, процент у меня сейчас, депозит у меня 41, это будет долго, вы сами сможете все посчитать. 293 умножаем на 16 контрактов, получаем 4 тысячи и депозит у меня 41 тысячи. Ну, типа, на текущий момент. Это 10 процентов, ну и все. Хорошо. В случае удачи сколько заработает? Алло. В случае удачи. Слышно меня? В случае удачи? Сейчас, минутку, подождите, пожалуйста. В случае удачи. Сейчас я все верну на место. Вы куда несете аж? Я несу на те цели, которые я озвучил по дневке. 12 контрактов, это не за один день произойдет. Понятно, что мы так не улетим за один день. Вань, до паритета, наверное, несешь цели, да? Ну, когда будет стоить, как и 1 евро, такое вообще пока что невозможно. Ну, я не до паритета, я не... Вань, нет, я несу, я смотрю, я ориентируюсь на график, на историческую информацию, я ставлю туда, где мы были в 2017 году в апреле месяце, вот туда я и поставил. Ну, все, я же это показал, я, блин... Ну, 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 давайте, да, давайте там посмотрим. Честно, мне уже надоело. Я показал вот этот график, я показал этот график и показал, вот она цель. Я показал, откуда она взята, это... Ну, как бы... Не, мы можем... 17 год, март, месяц. Я ставлю на то, что рынок, я знаю, что рынок ходит по хаям и лоям, и мы возвращаемся периодически к историческим хаям или лоям. Мы в эту точку возвращались, от нее отскакивали. В эту точку возвращались, от нее отскакивали. В эту точку возвращались на хай, от нее отскакивали. В эту точку возвращались, возвращались. Какой-никакой, но отскок здесь был. Потому что это дневка. Пошли дальше вниз? Ну да, пошли, так совпало. С этой точки стартанули, в нее и пришли. Понял. Иван, вопрос. Да нет, в принципе, уже тогда нет вопросов. Я как бы услышал, понял. Ну, то, что мы улетим выше, тут пока что... Да, как бы движемся выше. Я говорю. Но все же, все же, как много вы можете поставить на реальном депозите? Если бы вы торговали сейчас на реальном депозите. Вот реально, на реальном депозите. У вас, вот я бы стал ваш инвестор, дал бы вам 10 тысяч долларов. Ну, так вот, ну, такое условно, где говорят, депозит 10 тысяч. Не смогу на 10 тысяч долларов на CME торговать. Потому что любая просадка в 30% – это минус возможности. Для открытия более-более. Боже мой, у вас возможность открывать в любой объем, какой вам будет удобно. Какой бы вы объем поставили? Какой бы вы объем поставили? Какой бы объем... Для меня комфортный депозит бы на текущий момент составил, ну, я не знаю, там, 50 тысяч долларов и все. Нет, смотрите, можете, я скажу, зачем? У вас может быть даже депозит 500 долларов. Какой объем вы поставите для 500 долларов, к примеру, на такой вот контракт? В прямом эфире нельзя курить? Извиняюсь. Нет, мы тут не пропагандируем сигареты. Курение сейчас... Я бы тут тоже сейчас... Я уже просто не могу, мне хочется это перепурить немножко и успокоить себя. Нет, Иван, вот, честно говоря, вот это важный вопрос. Какой риск-менеджмент вы используете? Депозит неважно какой, там, будь 100 тысяч, будь 10 тысяч, будь 50 тысяч. Какой бы вы объем поставили? Я говорю, я допускаю просадку по депозиту до 50%, это имеется в виду, когда мы 50% денег слили, а не взяли, там, нас увидели, просадку 50% и закрыли, а когда мы слили 50%? На одной сделке? Нет, почему на одной сделке, конечно, не на одной сделке. На конкретно данной сделке, данная сделка. Но вы же только что спросили, какая здесь будет просадка на конкретных сделках. Я вам сказал, я вам показал, и вы увидели цифру, там, 4 тысячи, ну, 4 тысячи демо денег, да? Это составит 10% от текущих демо денег на данном депозите. Буду ли я еще пробовать заходить в течение дня? Да, конечно, буду, потому что я уже поставлю себе задачу не то, что заработать, да, уменьшить эту просадку в 10%, хотя бы свести ее до минимума. Возможно, она... Вы будете доходить опять до тех же самых уровней? Ну, как бы цель. Нет, конечно, я не буду доходить, заходить опять до тех же уровней. Я имею в виду текущих, там же текущих будут. Нет, нет, конечно, у меня уже будет задача не то, чтобы заработать, а задача вернуть часть депозита, и все. Вернуть часть своей просадки. То есть я изменю, я изменю просто свои теки, и буду отбивать ту просадку, которую я сегодня получил, вот и все. А объем, которым будете заходить, будет тот же самый? Скорее всего, что я уменьшу объем, потому что, ну, и цели уменьшу. Я лучше объемом, там, по 8 контрактов, по 10 теков быстренько соберу там в течение дня. Если будет просадка, да, вот, допустим, мы сейчас сидим, и рынок в течение дня, ну, к примеру, прямо сейчас вот возьмет и уйдет сюда, и меня отстопит. Окей, я посижу там пару часов, посмотрю, как дальше будет развиваться ситуация, и буду опять торговать свои хаи-ваи, да, выход-тест на объемах, там, не на объемах, и буду ставить цели, ну, откуда начали. Вот если мы отсюда начали перебивать вот с этого запила наверх, то сюда и буду ставить цель, что мы сюда и будем приходить. Будем пробивать, значит, с отката еще раз зайду, и буду опять сидеть до нижней цели. Ну, первая задача будет, вот эти вот, ну, вот, если этот стоп, то первая задача на день получится, что вернуть вот эту вот просадку. Вот и все. А не заработать. Частые задачи заработать? Это у вас, к примеру, хорошо, ну, и вот такой форс-мажор, вот так вот случилось. Пять раз подряд вы убили депозит, там, четыре раза подряд, то у вас, там, пятьдесят процентов просадки. Ну, что дальше? Что я буду делать со своим депозитом? Что я дальше буду делать? Я возьму паузу и перерывы, разберусь в том, что я сделал не так. Что на меня повлияло? Ну, сколько по времени эта пауза будет? Ну, какая, что она, что вы будете предпринимать в этой паузе? Я буду разбирать свои сделки, что я сделал не так. Какой мне нужно был риск поставить? Я понял вашу стратегию, я понял уже, как вы торгуете, то есть, ну, ничего, там, скажем так, сверхнового у вас нет. Я не говорил, что сверхновое. Почему все ищут что-то сверхновое? Почему, как бы, у нас какой-то прикол? Я наоборот говорю, что нового ничего не придумали на рынке. Как торговали внутри? Я останусь без оценки, потому что каждый сделает сам себе оценку нашего диалога. Я не говорю, что я чем-то лучший трейдер вас, вы лучше меня. Ну, как бы, то, что я услышал, мне лично не понравилось. Почему? Ну, как-то я промолчу пока что в эфире, я не буду говорить. Вот. Вы можете мне лично написать в скайп, и я вас это обязательно послушаю. Мне вот, допустим, интересно бы была ваша оценка, и чтобы вы указали мои возможные ошибки. Ну, я вам сразу скажу, первая ваша ошибка. Вы повторяете торговлю по одной и той же самой паре. Потому что вы вот слились, вот сегодня вы сливаетесь, психологически, да, сливаетесь. Ну, я имею в виду, маржет колл там, скажем, не маржет колл, а стоплосс. У вас происходит. Вы повторяете торговлю по этой же самой паре на продажу. Вы психологически хотите вернуть. Это вообще, ну, бред. Трейдер так не может поступать. Кто вам, подождите, кто вам сказал, что... Я не говорил о том, что я буду на продажу. Я сказал, что я посмотрю, как будет развиваться ситуация. И потом я приму решение. Вы только что опять передернули. Сказали, что ты будешь опять... Да, но я то, что я услышал от вас, вот то, что... Ну, видите, у вас проблема в том, что вы слышите то, что... Еще раз. У вас проблема заключается в том, что вы слышите то, что вы хотите услышать. Нет, Иван, Иван... А не то, что я пытаюсь вас донести. Понимаете, в чем фишка? Вас слушают здесь... Вот сейчас. Нас многие услышат. Нас многие услышат. И все услышат только то, что хотят услышать, а не то, что вы хотите сказать. Ваша задача сказать именно то, что вы хотите сказать. Понимаете? И чтобы все услышали. Я пытаюсь это сказать, но, блин, как бы я пытаюсь все сказать. Вы свое слышите. Вас все не понимают, значит. Ну, вот я вас не понимаю. Я понял. Понимаете, хаилы и увидели, ликвидность сняли, значит ликвидность с другой стороны, скорее всего туда пойдем. Вы торгуете, вероятность, наплевать на ваши торговые системы, вы смотрите, вероятность будет она работать или нет, и оцениваете свои риски какие-то. Иван, давай посмотрим с точки зрения моей торговой стратегии, вот на твоей графике я скрины сделал сейчас во время трансляции, просто покажу свое мнение. Можно это, блин, ребят, я как бы все понимаю, конечно, мы можем этот весь диалог там куда-нибудь перенести, но я очень хочу перекурить, потому что я что-то нанервничался, я давно не общаюсь с людьми там, особенно публично, как бы, и для меня, когда люди начинают, ну, не слышать, это для меня не очень хорошо. Если Игорь даст нам паузу и потом продолжить эфир, если там никто не выступает, то мы можем продолжить. Я, к примеру, уже не смогу, так что вот, Иван, я, к примеру, забежал на 15 минут, на 20, и так уже задержался уже с вами на целый час, наверное. Я буду очень рад, если вы мне позвоните в скайпе. А я вам скину свой скайп, вы меня наберите, ну, просто я занимаюсь сейчас всем другим. Я бы хотел услышать не то, чтобы просто, как бы, не донести свою точку зрения, я бы хотел на вашу точку зрения посмотреть, и, как бы, возможно, вправо. Нет, у меня, я более чем уверен, что вам моя стратегия, ну, перед... Нет, мне не нужна стратегия, просто, как бы, какие-то... Идеология подхода к рынку. Я вам скажу, моя идеология подхода к рынку, это торгуй. У меня, скажем так, есть... Торгуй то, что видишь, и все. Нет, есть один депозит, вот, к примеру, у вас, да, для торговли. А у меня я этот один депозит разбиваю на десятки депозитов, на сотни депозитов, и каждый... Вы делаете, как делают портфельные инвестиции, и все. Да, ну, я луплю этим депозитом на столько лет, скажем. Ну, так, ну, все верно. Нет, все верно. Поэтому я и начал с вами диалог, потому что я увидел, что вы берете слишком большие, скажем так, позиции. Вы пытаетесь взять большой тренд. Вот я то же самое делаю, да, там, скажем, я захожу, и у меня позиция стоит. Неделю, две недели, три недели. А захожу я, скажем так, у меня депозит, скажем, на 50 долларов, да, я открою лот, там, по евро-доллару я могу открыть 0.15 лота. Ну, так, условно говоря. И оставить его, говорят. На все, на все, я понял. Это нормально? Я вас понял, я понял, что это за стратегия. Я с вами согласен, что лучше зайти на все и высидеть большую прибыль. Ну, потерял, потерял, 10 раз можно зайти. Я просто не понял ваших, скажем так, вот ваших стопов. Я хотел понять ваши стопы, ваши тейки. Ну, пока что я для себя увидел, что... Ну, я еще раз говорю, я свои стопы и тейки ставлю, исходя из той ситуации, которую я вижу. Я готов принять на реале вот этот вот риск, да, принять его и посмотреть, что будет дальше. И я не говорил о том, что я буду там в шорт входить. Возможно, буду, возможно, там... Ну, возможно, я и сказал, что буду, да, возможно, на эмоции. Но, возможно, я и не буду в шорт работать. А, возможно, на Америке буду работать. Почему? Ну, потому что я статистически вижу такую закономерность, что на Европе мы, если там... Я об этом говорил, что если мы на Европе растем, то на Америке, как правило, в другую сторону идем. Вот и все. Ясненько. Я буду на это ставить. Поняли вас. Спасибо большое Ивану Халаминдику за вопрос. Иван, удачи вам хорошего дня сегодня. Да, до свидания. А Александр Шинков, я предлагаю дать слово и все-таки послушать Александра, чтобы не уйти от этой темы, а то все забудем через пять минут. Александр, слушаем вас. Вы хотели сделать анализ по поводу спиршотов. Да, да. Вот хотел демонстрацию включить экрана. Иван, включен сейчас. Высказал быстрее меня. Вот, по поводу нашей... Начало эфира. Что Иван сказал, что будет медвежье настроение. А у нас по итогу идет, по моему прогнозу, что от уровня открытия дня выкупили и забрались на этот уровень. На этот уровень. И сейчас его ретестят. И в моменте у нас формируется техническая фигура флаг. Так как ХАИ предыдущие пробили и забрались на уровень, подтвержденный ложными пробоями. Ну, то есть, вот эти вот, если кто видел там начало, это я рисовал в самом начале. Либо был бы отскок. Отскок не состоялся. Значит, вариант номер два. С ретеста сейчас был здесь хороший вход. Дальше в лонг на покупку. Это у нас техническая фигура флаг. И вот я как раз делал скрины здесь. Иванного... Ну, демонстрация экрана. То есть, у нас здесь по технической фигуре флаг откатное движение было. Все правильно. Он сказал, здесь у нас есть ХАИ. Почему бы здесь лимитник не разместить? Ну, как бы на продажу. Потому что ХАИ у нас сформировался. Выше не пустили. Можно было бы продавать. Но запас хода здесь минимальный. Это запас хода до предыдущего лоу. А по технической фигуре флаг у нас такое же движение может пойти и дальше. И можно, Иван, деньги не терять по 30% в депозиту. Заходить абсолютно с короткими стопами. Саш, Саш, я знаю. Я знаю. Я так и настаиваю, когда ребята спрашивают, как ты торгуешь. Я настаиваю на короткие стопы, на 3 копеечки стопов. Я про себя говорю. Я не про то, как я там объясняю другим, что типа заходите, ставьте 30%. Я просто про себя же сейчас все говорю. Оценка идет. Можно я быстро? Ты правильно? Я все точно так же рисую, как и ты. Вот хай, вот лоу, вот импульс. Там стопики кто-то там шаркит, собирают. Пошли. Да, ты правильно говоришь технически. Я с собой согласен, что там факт, не факт. Я как бы пофигу. У меня есть просто баланс, выход, тест. Либо внутри ты боковика торгуешь, вверх и вниз. И там ставишь свой стопик, тебе дали, не дали. Ты можешь уйти на более мелкий кеймфрейм и уточнить свой вход. Ты смотришь на 5 минут. Иван, смотри, и здесь вот ты сделку не свою показывал. Я тоже очень хороший вход был на продажу. Вот подтверждение к тому, что вход был хороший. Это не какой-то там авось. А здесь был ложный пробой уровня, подтвержденного здесь ложным пробоем. И здесь был хороший. Ну, Саш, Саш, я называю это просто ретест вот того боковика, под которым ты линию кинул. Для меня нету там понятия ложный, не ложный пробой пробили. Если ты начал ставить уровни у себя на графиках, от которых можно заходить с короткими стопами, все у тебя будет вообще замечательно. И здесь был пробой и этого. Здесь потом у нас формировалась тоже техническая фигура. Мы можем потом ретест с обратной стороны сделать того уровня, который ты посерединке нарисовал. Вот и все. Но, скорее всего, этого не нужно. Каждое движение на рынке – это абсолютный технический анализ. Если его понять, как это все работает, то нет никакой. Саш, у меня проблемы нету с тем, чтобы зайти точно. Я могу сесть делать с 1 апреля, запустить на своем канале онлайн-трансляцию и просто торговать там. Приходите, смотрите, я буду торговать на минутке, собирать все эти движения. Вверх-вниз, импульсы, откаты, ретесты, зеркальные эти уровни. Я уже к этому как бы готов. Я тут напсиховался, наобщался, понял, что ничего страшного в этом нет, что можно переоборться в своей позиции и не сидеть как баран. Психовать вообще не надо. Не надо никому доказывать все это впечатление. Главное – самому понять, не дурак ли я, что я делаю. Я всегда свои ошибки разбираю. У меня опыт позитивный. Да, я точно так же, как и ты, сажусь и разбираю свои ошибки. Я спрашиваю, задаю себе вопросом. Я видел хай, я смотрю, что там было в объеме, как я там мог зайти. Поэтому я про беды и аски там и говорю, что это все работает, что есть у нас лимитные ордера, есть рыночные ордера, и нужно на это внимание обращать. Почему за этим хаем вдруг, блин, вышел объем, а мы не улетели выше, а пошли обратно там, ну типа ложняк сделали и в другую сторону. Но не просто же так это все происходит. Это же рыно. Я-то это пытался все время донести. Мне, блин, у меня там торговая система. Да у меня простая торговая система, как и у всех. Есть хай, есть лоу. Ну да, где-то я пораньше зашел вниз отката. Ну вот как сейчас, допустим, хлопнул в шорт и все. Ну захотелось мне так. Я посчитал, что мы там в час идем сразу же вниз. Между вот этим хлопнул и все. Я не могу так приторговать там с деньгами, ну хлопнуть и все. Ты на демо счете работаешь, поэтому у тебя такая сейчас психология. Ты когда перейдешь на реаль, у тебя все поменяется. На реале у меня все по-другому. Я жду свою сделку, могу целый день ждать. Могу два дня ждать. Я сижу и выжидаю, и все. А я работаю внутри дня. У меня цель просто внутри дня будет. Я не буду через ночь переносить. Я дождусь, допустим, американской сессии, рынок прилетит. Ну, к примеру, ты нарисовал, куда ты планируешь, что рынок прилетит. Если я на американской сессии опять там увижу какой-то, допустим, боковик, я на младшем таймфрейме, это я про реал сейчас говорю, на младшем таймфрейме для того, чтобы уменьшить свой стопик, попытаюсь зайти как можно точнее, попытаюсь вообще взять тик-в-тик и выйти потом уже где-то там по нижним стопикам. Или досидеть просто тупо до того момента, когда сделка перейдет в безубыток, плюс там, допустим, 5 поинтов, и закрыть глаза, и ближе к концу сессии открыть график и посмотреть, ага, дали, капец, копы, прибыли и закрылся. Потому что я тоже позиции на своем реале не переношу через ночь. Ясненько. Поняли вас, Иван. Спасибо большое, Александр Шинков, за ваш вопрос. Давайте остановим демонстрацию рабочего стола. Иван, спасибо вам большое за ваш обзор и комментарий, ответы на ответ. Вы в эфире Metrade ТВ на канале, мне бы хотелось. А что-что? Вы будете выкладывать эту запись на своем канале в Ютубе? Конечно, с отметкой 18+, все повесим обязательно. Отлично. Да, да. Так что вообще это вся передача, у нас же очень такое серьезное тут место. На самом деле, друзья, эта вся передача была формой борьбы с табакокурением, чтобы отвлечь Ивана Егорова от курения сигарет на период передачи. Иван, спасибо большое. Спасибо вам. Удачи сегодня. До свидания. До свидания.